ну что всем привет рада приветствовать вас на своем канале что я об этом думаю и сейчас в Таллине уже просто разгар бабьего лета погода достаточно теплая все такое красивое золотое и уже почти месяц как я вернулась из отпуска я сняла блог блог о тех прекрасных двух неделях которые мы провели прекрасной нашей компании в Италии если вы хотите обязательно посмотрите я думаю что вам непременно понравится а в этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями в целом от поездки более конкретно поговорить про то сколько же стоит отпуск в Италии а если быть точнее на юге в Италии и поделиться конечно же только своим субъективным мнением на тему того стоит ли ехать на капли в общем покупала я билеты в Италию примерно за 3-4 месяца компания Ryanair на человека это удовольствие стоило 200 евро туда-обратно Таллинн неаполь и в стоимость билета входил priority boarding pass который включает в себя ручную кладь 8 килограмм на самом деле мне лично хватает такого багажа для того чтобы провести 2 недели в Италии или где-нибудь в других солнечных и теплых странах я уже научилась паковать багаж достаточно компактно выбирать те вещи которые действительно нужны и все равно так или иначе какие-то вещи остаются неношенными так что если вы хотите сэкономить на билетах добро пожаловать в ручную клад мы также бронировали машину машину я тоже бронировала заранее и надо сказать что в Италии аренда машин достаточно дорогое удовольствие на полных 10 дней а машина стоила 1000 евро плюс 300 евро мы заплатили еще доп страховку чтобы избежать всяких разных неприятных форс-мажоров и ну собственно говоря бензина это тоже была отдельная трата если посмотреть глобально то за две недели мы потратили на человека плюс-минус 800 евро нас было всего пять человек соответственно трое взрослых двое детей и дети подростки так что они в общем-то уже идут по цене взрослого включая еду включая размещение ну как бы машина и бензин это то что такая трата которую сложно да как бы понять сколько из расходов по итогу и того получается что размещение плюс билеты на самолет нам стоили тысячи евро мы останавливались в пяти разных апартаментов в гостиницах сменили мы 12 локейшенов за пол вру 13 локейшенов за полных 12 дней хотели еще съездить по Титану но сил уже не хватило мы использовали кроме машины паромный транспорт и это в принципе классная тема потому что паромы ходят вдоль побережья регулярно часто и вы не будете тратить время на дороге особенно там где побережье амальти где очень много туристов и это прямо make sense потому что дороги узкие горные в общем как бы если вы хотите избежать всех этих приключений то welcome to the boat вот в целом я поездкой осталась довольна я могу быстренько сказать о том что италия не будет моим фаворитом но конечно в любом случае было классно отдыхать то есть в плане цвета воды где-то цен Греция и Хорватия лично для меня приятнее будет но это сугубо мое личное мнение я все равно хотела бы съездить и в Тоскану там я еще не была во Флоренцию на Сардинию ну то есть как бы есть места в Италии куда я все равно так или иначе хотела бы съездить и надеюсь что обязательно это сделаю вот по поводу цен я немножечко рассказывала в своем влоге уже что в целом особенно на восточном побережье а мы приехали в Неаполь погуляли там и поехали на восточное побережье для начала район Апулия и там цены я бы сказала что ниже чем в Эстонии ну вот честно опероль 5 евро пицца 5-8 евро main course в районе 12 то есть в принципе это как бы более чем доступно да когда мы уже приехали на заводное побережье а именно на побережье Амальфе да там уже цены такие как у нас да на оперольчик уже 10-12 вот но в целом как бы ну не так все страшно как нам казалось изначально бензин кстати там стоил дешевле чем у нас да вот что же касается острова Капри о котором я хочу рассказать отдельно потому что так много про него говорили так много говорили того что визуаль тут надо съездить что такой легендарный остров что такая необычайная красота ну красота то красота но что мы доплыли до острова Капри это наша можно сказать финальная локация мы приехали посмотреть на остров про который так много слышали никогда не видели первое впечатление не могу сказать что самое оптимистичное и радостное потому что людей здесь реально как грязь просто муравейника сейчас всего лишь 10 утра мы тут же пошли на пляж мы идем сразу около порта не скупали сейчас будем изучать остров во первых конечно количество людей которые приезжают на этот остров это просто пизде центроверство даже для меня человека который в целом нормально относится к толпе это было ту мач мое первое впечатление когда мы спустились с плотки на берег а на машине туда на минуточку нельзя если вы когда-нибудь окажетесь на Капри вы поймете почему там просто нет места чтобы ездить еще туристы на машинах в общем народу там было вот просто ну как муравейник это невозможно то есть конечно август разгар отпусков люди едут отдыхать но это просто тиш-миш еще у вас есть несколько вариантов как подняться собственно говоря на Капри потому что сам город Капри он находится на горе в общем на гору вы можете подняться на фуникулерчики или вы можете взять автобус или вы можете взять такси такси у них какие-то прикольные красивые с открытыми крышами в общем мы спускались с горы уже в общем на этом прекрасном мобиле вот стоило это по-моему 25 евро спуститься с горы в порт ну не дешевое удовольствие хотя я вам вру мы поднимались вы не спускались мы поднимались с пляжа на город Капри а с Капри мы уже пешочком спустились вниз на порт когда мы возвращались назад то есть есть масса вариантов как подняться как спуститься все в ваших как говорится руках ну что мы поднялись на фуникулере вот такой вид красиво и в общем мы поднялись на Капри купили билетик дешево 2 евро в общем все гуманно очереди быстрые и сам этот город Капри это вот все что мы посмотрели это был и парк и прекрасные виды потому что море действительно вокруг Капри сумасшедшей красоты в отличии от всех других пляжей на которых мы были да они не так впечатляют или не так впечатлили лично меня после нашего отпуска в Греции и в общем надо сказать что много дорогих магазинов много дорогих ресторанов то есть в общем то Капри это остров для обеспеченных людей у которых есть деньги ну вот просто как бы красиво отдыхать потому что ну там дорого но я не буду врать Капри это дорогое там как бы в общем можно совершенно спокойно за обед оставить ну я не знаю 70 евро на человека в легкую да там первое второе компот и привет вот а в целом как бы мне кажется что в Италии очень много островов которые не настолько распиарены и не настолько облюблены селебами что в принципе мы ездили в прочую да да но не хуже очень красивый очень спокойный очень дружелюбный ну и прекрасный островок я уверена что если так сказать проявить research то можно найти много классных местных хуже чем Капри где будет гораздо меньше людей где будет гораздо более дружелюбные цены но наверное Гуччи, Версаччи вы там не найдете так что это вот кому что я не жалею что мы туда съездили действительно виды были потрясающие погода нас баловала но второй раз навряд ли я туда поехала если бы у меня не было вот прямо котлеты денег чтобы так сказать все это красиво сразу на такси с кидной крышей куда-нибудь в отель с бассейном с видом значит на середине моря и чтобы значит это вот все мне приносили относили ну вот такое вот туда а вот так вот туристам бегом 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 в течение дня чтобы все посмотреть ну как бы вот ты как будто бы выпадаешь вот из этой красивой богемной аристократической жизни да то есть в общем то классно но такое себе потому что например когда мы погуляли погуляли уже нам хотелось как-то освежиться стали мы искать пляж и мы нашли я не пошла спрашивать сколько стоят лежаки потому что в целом по италии где были приватные лежаки в менее главных местах на день два лежака с зонтиком стоили 25 евро поэтому я предполагаю что на капре вполне возможно они в два раза дороже но надо отдать должное там был пляж для не хочется говорить для нищего родов но в общем для тех кто не хочет платить за шезлонги с зонтиками и это такого я нигде не видела честно где бы я только не бывала тут люди прямо на головах друг у друга в общем смотрите сами запоминайте мы люди не брезгливые мы притулились нам было хорошо но я опять таки говорю лучше отдыхать когда вы пьете котлеты поделим тогда вы прям все вообще зашибитесь ну и собственно говоря вишенкой на этом торте под названием капри стала наша отправка обратно мы пошли мы спустились значит уже собственно говоря в капри в бухту пошли значит в тикет офис посмотреть с какого причала отправляется наша лодка у нас уже были куплены билеты назад нам сказать лучше заранее покупать билеты на капри потому что не уплыть не отплыть и мы все все вот мы все три взрослых ясно увидели что значит причал номер двадцать один мы к нему пошли стоим ждем 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 как-то интуитивно я почувствовала что что-то не так ну а как интуитивно я смотрела что значит у людей которые держали билеты там на билете собственно говоря написано а там все что угодно только не сорэнто потому что мы с сорэнто отправлялись на капри я стала значит спрашивать вообще сорэнто то откуда отплытие на сорэнто и оказалось что с причала два или один то есть два или один это как бы не так ну не очень далеко от причала двадцать один но минут пять сбежать надо а время было уже там пять минут до отплытия мы как рванем значит людей куча такая киш-миш и причал такой узкий и мы видим нашу лодку она большая это корабль наверное даже можно сказать и вы понимаете это чисто по итальянски то есть они с этого корабля выпускали людей и тут же запускали это вот такое было столпотворение людей такая мешанина вот кто-то с такими чемоданами кто-то с такими все в таком стрессе хаосе ну как-то все настолько плохо организовано значит этот обслуживающий персонал который выпускает запускает с корабля на тебя орет короче пока мы пробрались на нашу эту лодку с меня сошло семь потов я была вся на стрессе ну не только я вот все мы были на стрессе это был такой хаос такое безобразие что ну вот как будто бы это того не стоит то есть если вы не можете приплыть туда на своей лодочке и в любой момент оттуда отплыть ну вот как будто бы и не надо туда плыть и не надо туда ехать но для меня вот как бы вот это все впечатление о красивой природе там действительно красивая природа там красивые виды там прекрасное море красивого такого бирюзового цвета все вот это ну конечно смазало впечатление потому что когда ты понимаешь что тебе надо в соренто а ты как бы не на материковой части ну с материковой части можно хотя бы там на автобусе на попутке а тут это последняя лодка да то есть на последней лодке ты отплываешь а на следующий день у нас уже был вылет обратно короче я не советую красиво да но лучше если у вас нету своих каких-то приватных джетов своих приватных каких-то маршрутов лодок и так далее ну не знаю мне вот было тяжеловато наверное как бы один раз можете попробовать но вот мое впечатление об этом острове было немножечко смазано вот такой суматох и скоплением людей ну про цены это как бы уже личное дело каждого вот такие мои впечатления от поездки в Италию если у вас есть вопросы задавайте пишите были ли вы на капре понравилось ли вам и поговорим о чем-нибудь еще в следующий раз поймите в следующий раз